ребята доброе утро еще раз записываю еще один ролик такой сегодня увидала такой комментарий я даже не знаю как назвать это комментарии мне назовешь там целая была лекция расписана наверное так больше лекция по поводу воспитания собак увидал там человек ролик соло от берты берта там поет видели наверное такой в коротких роликах где берта скулила и пишет мне ребята у вас проблемы ужас у вас собака не уравновешенная не воспитанная беспокойная как это можно сидеть и выть мы спать ложимся а сам у нас собаки не воет когда мы спать ложимся пишет такой ребята но неужели вот этот вот человек дурачок так его назову дурачок думает реально что моя берта среди ночи сидит и начинает быть конечно же это трюк это трюк который показывает что но берта по моему желанию может забыть запеть там что там как хотите назовите то неважно вот потом пишет еще у собаки должно быть свое место у нас у собаки пишет у воспитанной у них воспитанная собака у этого дурачка я так поняла воспитанная собака в клеточке в клеточке всегда дверь открыта там матрасик постелен так давайте начнем с того какая разница где будет спать моя собака вот на этом диване это ее диван да на полу или в клетке как он пишет но без разницы правильно я думаю от этого никто не пострадает это вы определяете сами зону где у вас собака может спать но не то что определяете мне вообще без разницы я в этом не вижу ничего то что пишут собака не должна быть на диванах это пишет от волос а от грязи там но смотрите сами у меня на диванах постелены тряпочки ну пасе покрывальчики старенькие такие тоненькие и не старенький фикс прайсах беру в дешевых магазинах специально для шерсти флисовые чтобы шерсть липла если берта залезет берте разрешено везде ходить вот никогда берта не делала того чтобы какой-то дискомфорт вызвать в доме понимаете вот но и везде разрешено перемещаться нигде нет для нее ограничений для берты никаких клеток дома нет ни в каких клетках я собак не держу вот этот человек я обратила внимание на то что у него у эрдель терьера у него эрдель терьер я так поняла клетка открытая и там матрасик а теперь возникает вопрос и воспитанная собака у них воспитанная он пишет выдрессированная воспитанная ну ладно даже пускай не дрессированная воспитанная да а теперь вопрос зачем воспитанной собаки клетка для чего если можно просто определить если она воспитана дрессирована да ей можно видели мы на моих занятиях как собаке могу определить место сумочку положила и берте сказала место и она там лежит на улице заметьте на улице на открытой территории, при бегающих собаках. Неужели Берта не может у меня дома лежать на месте? Конечно, может. Вот она дрессирована и воспитана. Клеток нет. Я ей могу определить место. Если вдруг приходят люди, а она мне мешает, я определяю ей место. Говорю, место. У нее место есть свое на веранде. Веранда там подстилка. И там она находится. Если вдруг человек заходит какой-то посторонний к нам в дом, пройти через веранду ему надо, я Берте определяю место на ее диване здесь. Или в спальне. И она оттуда нос показывать не должна. Вот, лежит на месте. У меня вопрос. Зачем человеку тогда воспитанную собаку в клетке держать? Зачем клетка? Просто матрас постелил и собака уходит. Правильно? То есть, значит, у них не такая уж воспитанная собака, что приходится отправлять ее в клетку с открытой дверью. Значит, они иногда ее там закрывают, собаку. Значит, она что-то делает неправильно. Я так понимаю. Короче, написал этот человек, что у меня невоспитанная собака. У них собака ограничена в пространстве. Это тоже его личное дело. На второй этаж у них не ходит собака. И пишет мне, вы в квартире собаку задушили. Как я ее задушила? Или он задушил свою собаку в доме? У меня, во-первых, не квартира, дом. Сначала надо ролики посмотреть, потом писать. Я так думаю. Нормальный человек сначала посмотрит, а потом напишет. Или хотя бы спросит, вы где живете, товарищи? В доме или в квартире? И вообще, я думаю, что собаку можно и в квартире содержать, даже в однокомнатной. Если вы с ней выгуливаете, выгуливаетесь каждый день. Это, вот у меня сейчас собака в доме находится. Она у меня что, бегает, носится по дому? Запрещено носиться. Иногда мы устраиваем игры. Если, что от этого меняется? Собака живет в доме или в квартире? Ребята, то, что придомовая территория у нас есть, и можно собаку вывести. Или так же я могу в лифте. Я не ленивый хозяин. Я могу и в лифте прокатиться, или пешком сходить. Даже полезно. И спуститься. То есть, для ленивых, вы пишете, надо дом иметь, да? Я имею такое, как бы, отношение к этому. Не важно, где живет собака. Главное, правильный и своевременный выгул. Все. Что в доме вы живете, что в квартире? Придомовая территория, мы там с Бертой не бегаем. Она предпочитает ходить в парк. Бегаем только с другими собаками. Я в этом комментарии увидала много минусов у человека. И поэтому этого человека назвала дурачком. Или я так думаю, что... А, еще я думаю, что у него, если дом двухэтажный, у собаки ограничены перемещения, и она себя, значит, лучше чувствовать будет, чем в квартире, где не ограничены перемещения. Или в моем доме, у меня второго этажа нет, у меня четырехкомнатный дом, собака перемещается. Она себя будет хуже чувствовать, чем у него. Запертый в клетке, ограниченный спальню нельзя, на второй этаж нельзя, только клеточка, я так поняла, коридорчик. Как это назвать комментатором? Конечно, дурак. Дурачок даже ласково я его назвала, вежливо. Сначала, ребята, прежде чем писать какой-то комментарий, пожалуйста, обратите внимание на другие ролики, посмотрите. Многие ролики сделаны в шутливой форме. Берта себя, конечно же, так не ведет, где мы показываем, что она там петь начинает быть, скулит, клянчит игру. Он пишет, что она у вас, и вы это поощряете. Да, поощряю. Но когда я говорю собаке, все, Берта, спать на место, она, конечно, ложится и спит. Идет на место. Или ложится в ногах, ну, на коврике, под кроватью, возле кровати, в ногах. Вот. Никогда она себе не позволяет то, чего написал тот человек, выть посреди ночи или просто выть. Ходит за нами, наблюдает, конечно, да, смотрит, когда я свободна, глазки такие, что поиграть хочет. Вот. И когда я у нее начинаю спрашивать, Берта, ты играть хочешь? Она, конечно, начинает подвывать. И тут я, конечно, делаю, монтирую ролик. Когда я с ней разговариваю, она начинает со мной разговаривать в ответ, отвечать, да, хочу играть. Вот этот скулеж, это и означает. Короче. Так, вот такой вот ролик. Берта спит. Видите? Спокойная, адекватная собака. Ну, как ее еще? Берта, ты у меня что, правда? Нет, она не спит. Она лежит, слушает. Я ей сказала, ложись на диванчик, будем ролик записывать. Она легла спокойно. Теперь я ей скажу команду другую. Все, Берта, ну, пошли гулять. Пошли, все. Вставай, пойдем. Вот такая у меня собака. Адекватная, спокойная, хорошая. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok